Окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате ноу мэн скай запасайтесь булками готовьте лимонад мы снова летим я думаю сразу же займемся тем что совершим гипер прыжок где-то интерфейс атласа тогда мы будем лететь по линии атласа сейчас так так а куда нам надо где-то станция ладно все равно мы можем только через одну систему прыгать поэтому просто летим и кстати ребята пока летим расскажу вам я понял что я некоторую глупость совершают то что не посещаю на планетах радиомаяки которые подают сигнал бедствия дело в том что я узнал что используя эти маяки можно действительно хороший корабль найти просто нужно запастись огромным количеством времени и терпения и это будет даже по идее проще чем фармить золото допустим или америл не знаю думаю заняться этим или нет если заняться то думаю даже стоит ли не стоит снимать это на знаю на запись играть так как наверняка это будет довольно скучно и довольно долго уж точно несколько часов как минимум шински в юме язык сломать можно просканируем что здесь есть ничего обнаружена аномалия тут она и есть до аномалия космическая станция почему аномалия это считается то ведь станция на покебол похоже я бы еще разрисовать соответствующие цвета так а здесь вход не такой как обычно на станциях любопытно может действительно это что-то новое что-то особенное да кстати смотрите любопытно здравствуйте и вам не хворать не каркай ну с кем с тобой поговорим вначале специалист поло друзья есть повсюду если только знаешь где искать друзья всех размеров и форм и во всех местах существо ростом пониже из раз и геков выглядит более забавно обращаясь ко мне оно лениво вытирает запачканной смазкой руки и свой костюм возможно оно что-то вроде инженера к моему удивлению оно говорит на моем языке другие формы жизни относились ко мне с удивленным безразличием но поло относится ко мне как к равному он интересуется моим путешествиями тем какие разумные виды мне довелось увидеть и встречались ли мне формы жизни о которых он не знает он надеется что я поделюсь своими впечатлениями передать данные о видах хорошо поло изучает данные злобно бормоча что-то насчет уже знакомых ему существ и радостно восклицает если существо ему не известно наконец поло неистово аплодирует и вручает мне чертеж атлас пас атлас пас ученик надо редкая лингвистическая форма удовольствие надо корвакс отступник предполагается поддержка маршрут к галактическому центру вновь связаться с атласом чтобы получить указания ресурсы для путешествия да или нет когда я приближаюсь к электронной сущности она оживает меня окутывают лучи сканирования исходящие от ее темной маски сначала слышится пугающее чириканье а затем что невероятно она заговаривает на моем языке мне предлагается выбор она может показать мне как использовать черные дыры чтобы отправиться в путешествие к центру галактики она может пояснить как добраться до интерфейса атласа что даст мне возможность следовать по пути или она поможет мне в моем исследовании так мы должны сделать выбор ну конечно же блин черные дыры это круто но я хотел бы по пути атласа следовать а потом уже заняться поиском центра галактики давайте вернемся на путь атласа побыстрее к нему прилетим корвакс помечает местоположение интерфейса атласа хорошо еще с тобой можно поговорить видимо нельзя ну ладно в любом случае это круто все мы получили чертеж атлас паса так давайте проверим если в этой системе ничего интересного нет больше а ну станция есть сама собой а что это что за минерал похоже жилец и что это что за минерал Блин. Хотя, скорее всего, это железо, так что, думаю, не надо нам заморачиваться. Можно, в принципе, даже вот так вот сделать. Так будет быстрее. Намного быстрее. Так, где здесь... Ой-ой-ой. Ищем вход. Шлюз. Где шлюз? Вот он. Отлично. Посмотрим, что есть на этой станции. Наверное, сразу же прыжок совершен. Кстати, там у меня вроде есть что продать. Вроде бы. Кстати, а здесь Атлас Пас нужен или нет? Давайте посмотрим. Я здесь полностью заперта. Требуется Атлас Пас. Давайте создадим его. Посмотрим, что же за дверьми, закрытыми на станциях. Так. Железо и геридии. Ну, видимо, как и чип, будет тратиться. То есть, одноразовый. Да. Нет. Стоп. Нет. Так он не тратится. Офигеть. Вот это круто. То есть, его не нужно будет создавать каждый раз. Вот это вот. Заешибись. Просто заешибись. Так. Так, а что здесь есть? Ребята, улучшение костюма. 130 тысяч. Ох, елки, как дорого. Но даже не раздумываю. Офигеть. Если на каждой станции теперь будет улучшение костюма. Ребята, это просто победа, значит. Лишь бы денег хватило. Ага. Здесь требуется Атлас Пас 3. Там, видимо, что-то еще лучше. А что может быть еще лучше, чем улучшение костюма? Не знаю, может быть там какой-то крутой навороченный мультитул. С огромным количеством ячеек. Или какие-то технологии невероятно редкие. Кораблик, интересно. Что за корабль? Давайте посмотрим, сколько стоит. И сколько ячеек. Чисто ради любопытства. Як радость? Торговля? 25 ячеек. Под 2 миллиона. Понятно. Вот здесь, наверное, побольше ячеек будет, да? Ладно, все равно у нас денег нету сейчас. Я собираюсь поискать на планетах корабль. Так как фармить нужно долго очень. Я не знаю, хватит ли у меня терпения просто, ребята. Чтобы нафармить нужную сумму. А здесь никого и нету. А здесь какой нужен пропуск? Третий. Ну ладно. У нас уже первого уровня есть. Это уже что-то. Это уже круто. Так. Ну, товары, само собой, продадим. Иридии. Я не помню, нужен мне Иридии или не нужен. А давайте продадим. Титан. Геридии здесь... Геридии покупают здесь. Кризонит хорошо идет. Вообще прекрасно. Нужно запомнить. Титан продать или не продать? Да продадим. И реликвию геков. Тоже. Хорошо. Что можно купить? А что нам там нужно, я не помню. Или ничего не нужно. Ну, вроде как ничего полезного. В таком случае, в принципе, возвращаемся. И прыгаем в следующую систему. Чего тянуть кота за Фаберже? Действительно. Интерфейс Атласа. Вот что мне интересно. Так, а что справа было за... Вот это? Что это такое? Требуется вар-преактор Сигма. Так, ладно. Чтобы не потеряться, давайте Катласу. Держать путь будем. Погнали, наши городские. Что-то у меня с горлом. Вот же жара такая. Видимо, от сквозняков все. Бейчегорскив. Бейчегорскив. Сканируем сразу. Заброшенное здание. Окей. Вот его можно будет посетить. Кстати, сколько у нас там еще? Один прыжок есть, да? 20% на прыжок получается. Окей. Стоп, а где станция? О, совсем рядом. Давайте тогда слетаем на станцию. А потом посетим заброшенное здание и совершим еще один прыжок. Интересно. Вот проверим сейчас. На этой станции тоже будет улучшение экзокостюма? Если да, то я просто в восторге, ребята. Если теперь на каждой станции оно будет, то... Скоро у нас костюм будет просто невероятный. Хотя, наверное, следующее улучшение все дороже и дороже будет. Так что... Очень скоро у нас закончатся деньги таким образом. И все-таки придется фармить. Хочешь, не хочешь, а придется. Ну-ка. Фух, я уж боялся, что не работает эта штуковина. Она включается, видимо, когда подходишь. Ой, ребята, реально победа. Все. Великолепно. 140 тысяч. Ёлки. Это еще несколько раз мы его улучшим. И у нас все деньги закончатся. Да, определенно придется потом фармом заняться как-то. Выделить время. На это. Радиус поражения. Да не нужны мне эти гранаты. От них толку как-то. Как сказала Малакан. Мы уже испытывали их, помните? Вообще как-то... Ноль толку. Вот это, возможно, хороший кораблик. Но, думаю, бесполезно смотреть. Все равно стоят они бешеные деньги. Корабль с 30 ячейками. Сколько мы там смотрели? В районе 5 миллионов, даже больше. Это бешеные просто деньги. Так, вначале посмотрим здесь. Ускоритель перезарядки плюс 3. Но это для плазм... Плазмомета. Лейтенант, что скажешь? Изотоп. Что-то про изотоп он говорит. Ему изотоп нужен. Признаки незаконного принятовения. Ребят, у нас-то было, тоже повтор идет. Хм. То есть, повторяются все-таки квесты. Так, ну взрывать мы не будем. А в прошлый раз что мы ему дали? Мы ему дали... Плутоний, видимо. Давайте в этот раз сообщим о подозрительном поведении. Я мгновенно получаю ответ с благодарностью и наградой от Верховного Командования Воинов. Отлично угадал, значит. Урон пушки Тау. Ну это для корабля улучшение, опять-таки. Но корабль я буду улучшать только... Когда найду соответствующий корабль, хороший. Чтобы было много ячеек, в которые я смогу напихать улучшений. Так, ну что, я обещал заброшенное здание отправиться. Как это мы пролетели так сквозь корабль как-то? По-моему, неправильно. Таким образом быстро долетим. Может быть еще и капсулы сейчас встретим. Но если будут сейчас улучшения на каждой станции, то в принципе капсулы нам уже не нужны. Можно не тратить время на их поиски. Так, вот таким вот образом быстрее будет. На орбите. Да, пожалуй, капсулы искать не будем. Тратить на это время. Смысл? Все равно мы посещаем станции. Если мы теперь сможем на каждой станции... Воу-воу-воу-воу-воу. Если мы теперь сможем на каждой станции... Улучшать наш экзокостюм... То это уже просто шикарно. Так, что за планета? Безоблачное небо. Стражи низкие. Флоры нет. Фауна лишенная. Так, плутония можно было бы подсобрать, да? У меня в принципе в корабле плутония достаточно. Но лишним он никогда не будет. И что там еще? Золото. Тоже возьмем. Само собой. Железо поднабрать. А то у нас его маловато осталось там. Так, уйди от меня. Да чтоб тебя! Какие враги! За что? Титан. Титан мне не нужен. Сфера. Там можно выкидывать мусор, по сути. Эти сферы, они дешевые. На них ничего не заработаешь только. Так, что здесь рядышком еще есть интересного? Есть что-то? Ну, вроде ничего особого так-то. Вот это что, геридий? Что у нас с геридием там? Ну, немножко можно еще получить. По-быстренькому. Чуть-чуть. Чтобы стак был полный. Чтобы всегда был хороший такой запас. А лишнее просто выкинем. Ну, любопытная планета. Более такая неживая, но зато погода хорошая. Безоблачное небо. Ты что, застрял здесь? Ах, жаль, стрелять нельзя. Хотя, отсюда вам можно его разобрать. Вдруг технологию получим новую. Приближаются враги. Блин. А вон он. Боезапас плазмомета. Ну, более-менее. Так, ну что, где вы, дроны? Я теперь вас не боюсь. Вот так-то. Опа. Ха, можно их разбирать. На колбасу. Прямо-таки. Можно фармить технологии таким образом, ребята. Реально. Часик постоять тут, просто погасить стражей. Я думаю, пару десятков технологий за это время можно спокойно получить. Даже больше, чем пару десятков. В принципе-то. Со здоровьем у нас так все хорошо. А здесь что? Щит. Хорошо. Получим пару монет. И что у нас здесь? Местные океаны – это кровь. В них ничего не живет. Живут они сами. Геанские формы жизни размером с континенты. Возможно, даже все это один организм. Хотелось бы знать, чем такой океан питается. Похоже, что всем. Мне встречались свидетельства исчезнувшей жизни. Но сейчас ничего живого здесь нет. Возможно, местная флора и фауна уходят в своеобразную спячку, когда этот гигантский организм хочет ее поглотить. И возвращается к жизни, когда он отступает. Я слышу в своей голове его тихий шепот. Сними костюм и искупайся. Вот что он говорит. Так, мне оставили что-то. Услитель реактивного ранца плюс 3. Вот это круто, ребята. Омигон нужен и кризонит. Запомним, я хочу это сделать. Реально хочу. Жаль, что рядом здесь нет океана. Я бы посмотрел бы с удовольствием, что здесь за океаны. Там что? Неизвестно что. Ладно. Совершаем опять-таки очередной гиперпрыжок. Вначале заправим все, что нужно заправить. Так. Взлетный ускоритель. А, он только с планеты, когда взлетаем, тратится получается. Ну да, логично, в принципе. Так, плазмобластер можно выкинуть и поставить сюда что-нибудь новое. Ну, как-нибудь потом. Пока что не хочется морочиться с этим. Все и так в порядке вроде. Так, геридий перекинуть. Этот выкинуть. На продажу у нас железо. Ладно, здесь будет. Оставим титан. Нам нужен кризонит и что-то еще, в общем, такое экзотическое. Титан можно выкинуть чертовой бабушке, в общем. Это что, так рядом две планеты получается? Или это, а, нет, это... Мне показалось, это не поверхность планеты, это... Такая текстура просто в космосе. Ладно, прыгаем. Эй, 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 да куда ж ты? Вот как неудобно здесь стало реализовано. Сейчас на мышку повернул. Интересно, сколько вообще еще прыжков нужно совершить для того, чтобы добраться до Атласа? Я имею в виду до оригинала, до цели самой главной по сюжетной линии Атласа, по которой мы с вами идем. Ой-ой-ой, во что-то врезались сразу, как нехорошо получилось. Атанами... Атанами-неду. Во. Планета похожа на Землю, посмотрите, реально. Прям интересно было бы ее посетить. Просканируем все. Торговый пункт обнаружен. И станция есть. Оп. Вот для проверки. Сейчас будет усиление, улучшение, то есть нашего экзокостюма или нет? Или же реально нам просто два раза так повезло? Ну-ка вот проверим. Так, сюда мы не пройдем, само собой. Да, улучшение есть, ребята. Все, победа. Система охлаждения расщепителя плюс три. Отлично, алюминий нужен для этого. Хорошо. Покупаем, само собой. Великолепно просто. Итак, с экзокостюмом у нас проблем уже не будет. Скоро мы его прокачаем до небывалых высот. Какой веселый кораблик. Утку напоминает почему-то. Не знаю почему. Здравствуйте. Что у вас есть? Терминал есть в торговле. Сначала поговорим с тобой, товарищ. Так. Поговорим, я говорю. Математик? Да. Одно слово мы только поняли. Корвакс. Электронная форма жизни испуганно отвлекается от работы. Она вежливо приветствует меня, но увидев мой плазмомет, начинает вибрировать от страха. Ее голос искажается, а маска заполняется размытым красным светом. Существо явно хочет вернуться к работе, но оно слишком напугано, чтобы отвернуться от меня. Чем больше я пытаюсь его успокоить, чем больше бедное создание дрожит от ужаса. Но как-то по нему не скажешь. Оставить в покое? Но если мы оставим его в покое, толку тогда от этого разговора. Я думаю, в любом случае нужно выбирать другой вариант ответа. Электронная форма жизни внезапно стирается. После перезагрузки в оболочке уже другое существо. Оно полностью игнорирует меня. Корвакс теперь относится к вам куше. Дайте его в задницу, Корвакса. Я к вам так же самому буду относиться. Ко мне он к Геке замечательно относится. Так, давайте посмотрим, что мы можем продать. Нейтренный модуль, сферу. А что нам нужно для улучшения? Вот это я хотел бы сделать, да? Только давайте тогда сразу стоп определим, куда мы будем это все ставить. Вот сюда. Так. Разобрать. Вот сюда, допустим, поставим. Нам нужен омегон и кризонит. Надо поставим аэрационную мембрану. Может плавать под водой длительное время. Хотя, с другой стороны, ребята, под воду мы особо и не погружаемся. Я даже не знаю, стоит ли ячейку тратить на это. Модуль здоровья. Алюминий нужен, углерод. Углерод не проблема получить. Алюминий нужен стоп. О, железо-углерод. Вот что мы сделаем, ребята. Улучшение выносливости. Технология установлена. Так, сюда мы поставим, значит. Термослой пока что не хочу. Еще поулучшаем немного экзокостюм. Потом все, что можно, будем ставить. Вот что я хочу. Мне нужен омегон и кризонит, в общем. Стоп, а сколько? Давайте посмотрим сразу. Вдруг сейчас сможем купить 50 омегона, 300 кризонита. Хорошо. Что-то я еще хотел улучшить. 50 омегона, 300 кризонита. А здесь мне... Ой, ну здесь я потом уже поморочусь. Мне нужно проверить, что у меня есть, чего у меня нет. Мне нужны 50 омегона и 300 кризонита. И алюминий можно купить, если будет. Кризонит. 49, но купим. Нету здесь ни омегона, ни кризонита. Так, продаем мы тогда золото. Нейтринный модуль и сферу концентрации. Хорошо. 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 Стоп, не сюда. Промахнулся. Так, а здесь у товарищей можно приобрести? Мне нужен омегон и кризонит. И алюминий. Смотрим. Кризонит можно купить хорошо. Ага, и все. Ну, давайте еще у этого товарища посмотрим и полетим дальше. Может, найдем где-нибудь кризонит на планете. На фарме. Он не такой уж и редкий, но все же. Хм, какой интересный прям компьютер допотопный. Кризонит. Тоже 39 штук. И все. Ладно. Полетели тогда. Что там за отметка? Торговый пункт. Так, давайте немного отлетим сюда, чтобы потом нам не помешала орбита планеты. Теперь можно ускориться. Посмотрим, если планета интересная, ну, симпатичная, если нормальные условия, то возможно на этой планете займусь как раз вот за кадром поисками корабля. Сейчас узнаем. Так, безводная стража, угрожающая стража. Ой-ой-ой. Вот это меня пугает. То, что стража угрожающая. Сфера, сфера, продадим. Кстати, а здесь что? Первый раз мы открываем подобный. Антиматерия. Вау. Удерживающая жидкость. Тоже, в принципе, хорошо. Антиматерия. Вот это круто. Вот это круто. Ну что? Привет тебе. Математик. Электронная форма жизни выглядит возбужденно. Возможно, она испытывает боль. Ее тело гудит, а между маской и плечами то и дело проскакивают электрические разряды. Она дергается и трясется. Ей нужна помощь. Она протягивает мне руку, как для рукопожатия. Я инстинктивно протягиваю руку вперед. Но здравый смысл меня останавливает. Ну, с одной стороны, меня может током шарахнуть. Но с другой стороны, он может обидеться или меня неправильно понять, если я не захочу пожать ему руку, как бы. Ну, раз про здоровье идет речь, в любом случае, меня ударит током сейчас, да? Ну, надеюсь, не убьет. Возможно, за это, как бы, этот корвакс поймет, что я имею хорошее намерение. Может, чертеж даст мне какой-то. Давайте рискнем. Форма жизни выбрасывает энергию перегрузки. Боль просто невыносима. Благодарность. Она преподносит мне подарок. Выносливость плюс два. Вот это круто. У нас все есть, чтобы ее сделать. Железа, геридий. А, понятно. Ему просто необходимо было кому-то передать этот заряд. Почему он просто его, не знаю, в железяку какую-то не пустел? То есть все правильно, да? Так, что за этап путешествия? Дипломат. Хорошо. Так, давайте мы тогда вот эту разберем. Плюс один. А вместо нее поставим... Плюс два. 100 железа, 150 геридия. Запомним, что мы потратили. Можно это все купить будет сразу. Продадим мы. Сферу. Амулет. И все. Что можно купить? Так. Геридий мы потратили. Давайте купим. Железо тоже. Ну, дешевое просто. Роднокс. Нам не роднокс случайно нужен. Подождите, для чего-то там... Аммигон. Аммигон. Не подходит. Так. А, так у меня железо еще было? Геридий на корабль, значит, перекидываем. Аммигон. Еще нужен геридий, да? Там и 9 немного потрачено. Ну, хорошо. В принципе, давайте это так сделаем. Сюда. Атлас пас. Сюда. Углерод, чтобы был один всегда. Тоже сюда поставим, пожалуй, кризонит. Железо сюда. Таким вот образом, пожалуй, пусть будет. Так. А как быть теперь? Как быть теперь? Наверное, сейчас я... Ну, здесь стражи меня пугают. Давайте слетаем сюда, посмотрим, что здесь. Оп. Еще жидкость. Они, в принципе, легко создаются. Можно будет их даже и продавать, эти жидкости. Наверное, на ближайшую планету просто перелечу сейчас. И попытаюсь там поискать корабль. Не знаю, на сколько у меня хватит терпения. Посмотрим. Так что на этом мы серию закончим. Так что, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok